Добрый день! Сегодня с вами будем мы играть в игру, которая называется Зомби в доме. Расскажу, почему я не люблю игру эту, почему ее любят дети, потому что эта игра абсолютно хит у всех детей. Она нравится абсолютно каждому ребенку. Я расскажу, какие для меня в ней минусы, но плюсов у нее больше. А самый главный плюс, то что эта игра затягивает детей. Хотя мне, например, такие игры не очень интересны. Мы ее будем сегодня сравнивать с игрой Коварный лис. У меня на игру Коварный лис есть тоже отдельное видеообзор. Я вам расскажу, почему лично мне, несмотря на то, что и та, и та игра детская, почему лично мне в Коварный лис интереснее играть, например, чем в Зомби в доме. Но это абсолютно только моя проблема. Абсолютно не проблема детей. Я знаю, что многим взрослым тоже нравится Зомби в доме. Итак, в чем смысл? Здесь у нас есть поле. Такое игровое. Мы его раскладываем. Это дом. На нем будут Зомби жить. Вот у нас есть мешочек. Здесь карточки. Здесь есть и карточки предметов, карточки оружия и карточки злодеев. Тут зомби, пауки. Но наша задача, вообще, изначально, кто-то сердечки положил, сердечки это жизни. Тут у каждого игрока есть по три жизни. Ну, не у каждого, у некоторых больше. Первый минус в этой игре, который меня, если честно, очень раздражает, потому что игра, ну, я не могу сказать, что она очень дорогая, но она и не бюджетная. Да, ну, где-то 1200 она стоит. Минус в чем для меня? То, что карточки игроков абсолютно такие же, как и карточки. Ну, было бы классно, если бы это были фишки. Или хотя бы, если были бы подставки, чтобы этих героев можно было ставить. А так, получается, ты передвигаешься вот этой вот карточкой. И мне это не очень приятно. Я люблю, когда есть фишки в игре, да, персонажи. То есть взять, например, того же Коварного Лиса, там кепочки. И там у Лиса фигурка. Здесь все-таки прям персонажи все одинаковые. Здесь пять персонажей. У нас, у каждого есть свое преимущество. Я всегда играю за полицейского. Вот она, полицейская. Я забыла, как их зовут по именам, но это не принципиально важно. У нас их пять. Вот есть полицейский, полицейская. У нее всегда с собой пистолет. Всегда. Есть каратист такой. У него всегда с собой холодное оружие, нож. Медсестра Настя. Тут я запомнила. Медсестра Настя. У нее аптечка. И если, например, здесь из карточек попадается аптечка, она Насте прибавляет не одну жизнь, а сразу две. Представляете, если Настя найдет три аптечки, у нее сразу шесть жизней новых появится. Есть, по-моему, Макс. Он самый быстрый. И, например, тут ход решается не кубиками, а вот такой вот стрелочкой. Например, выпало три, а Макс может сделать четыре. То есть он всегда может на один шаг быть впереди. И есть... Забыла тоже, как зовут этого парня. Он самый крепкий. Изначально у него не три жизни, как у всех героев на старте, а изначально у него пять жизней. Перед игрой мы переворачиваем вот это все и, не глядя, в хаотичном порядке, раскладываем по домам, по улице все вот эти вот фишки. Нам нужно найти... Цель игры какова? Нам нужно найти ключ от машины и канистру с бензином, чтобы уехать из этого дома вот на этой машине. Да, то есть мы должны все это перевернуть, разложить по квартире. Мы приехали вот на этой машине, на желтенькой. Вот здесь наша стартовая позиция. И дальше мы все разбредаемся. Кто-то идет в квартиру, ищет там канистру и ключ. Кто-то по улице ходит, кто-то в одной комнате. То есть мы разделяемся. И плюс в этой игре в том, что эта игра, так же, как и Коварный Лис, это игра кооперативная. То есть вы здесь играете не против друг друга, как в классических настольных играх, а вы играете против игры. То есть это игра, в которой дети не передерутся. Они будут сидеть и играть, потому что они сражаются с зомбаками. И у них цель, да, зомби победить, найти ключ. Они будут друг за друга радоваться, что ура! Причем вот сколько бы мы ни играли в компаниях, никогда нет такого, ты ключ нашел, я хотел ключ найти. Вот ни разу такого не было. Все дети всегда радуются. О, ключ нашли, ура! Теперь осталось найти канистру. Да, и в чем игра заключается? Вы по очереди вращаете стрелочку. Например, вот у меня выпало два. Я делаю два хода. Если у меня на пути попадается какая-то карточка, я ее открываю. И дальше я смотрю, что мне тут попалось. Если у меня попалось оружие какое-то, я забираю его себе. Если я переворачиваю, у меня тут зомби, я начинаю с ним сражаться. Как идет сражение? Вы крутите, например, и вот выпали зубы. Значит, зомби вас укусил, вы теряете жизнь. Если выпал мальчик, вы от зомби убегаете. Значит, у вас есть возможность убежать. Вы его при этом не убили, не победили. И вы вращаете дальше, и смотрите, на сколько шагов вы убегаете. Вот, на четыре шага. Если у вас выпадает холодное оружие, значит, вы можете зомби зарезать, если у вас есть холодное оружие. Если вы уже находили что-то из холодного оружия, или если вы играете за игрока, куда я их положила, за игрока, у которого всегда при себе холодное оружие, и вам выпало холодное оружие, ура, удача, вы зомби убили. Если вам попало огнестрельное оружие, но у вас нет огнестрельного оружия и зомби вас при этом не укусил, значит вы вращаете еще раз, пока не выпадет то, что для вас сейчас представляется возможным. Вы вращаете еще раз, раз, укусил, да, огнестрельным оружием мы не смогли его убить и в следующий ход, в следующее сражение он нас укусил. Либо мы убежали, либо мы его холодным оружием победили. Вот, и здесь есть разные злодеи, есть собаки, есть пауки, и вот мы ходим по всей площади, собираем оружие, побеждаем зомби, различных тут их много, и ждем, пока кто-то найдет канистру и найдет ключи. Как только нашли канистру ключи, мы начинаем двигаться опять же путем стрелочек, все должны поместиться в машину, и на этом игра заканчивается, мы победили, мы уехали. Теперь, почему я не люблю эту игру? Потому что в ней не нужно думать, все решается рандомно, посредством стрелочки. То есть, если, например, в коварном лисе ты, по крайней мере, думаешь, да, а вот я сейчас пойду за уликой, или я сейчас буду подозреваемых искать. Когда мы собираем улики, мы начинаем смотреть, кто у нас подозреваемый, а этот нам подходит или не подходит. Так, у этого есть плащ, значит, мы его отпускаем, он не виновен. Да, есть какой-то элемент стратегии, есть над чем поразмышлять. Вот в этой игре думать, по сути дела, вообще не нужно. То есть, единственное, о чем ты думаешь, это пойти тебе в эту комнату или в эту. И в той, и той ты не знаешь, что тебя ждет, потому что все решается случайным образом, посредством волчка, скажем так. Но это мое, да, я просто, я не люблю такие игры, в которых не нужно думать. Но дети играют в такие игры с удовольствием. И я не говорю, что это хорошо, когда все игры у детей, в которых не нужно думать. Но для разнообразия, если вы не хотите ломать голову над тем, кто украл пирог, если вы не хотите ломать голову над игрой, не знаю, в Индиго, когда там нужно путься, там все внимательно нужно выстраивать, простраивать, думать наперед, то вот эта игра, чтобы занять детей, она великолепная. И тема зомби, тема монстров, она детям очень интересна, очень привлекательна и для мальчиков, и для девочек. И тем более тут и персонажей, да, есть и мальчики, и девочки, но мы играем, неважно, да, кто ты, ты можешь и за мальчика поиграть, и за девочку. Вот такая вот игра, не помню, по цене говорила я, в среднем нужно искать акции, потому что дороже 1200. Мне кажется, эту игру нет смысла брать, ее на озоне можно вот примерно за эти деньги по акции какой-нибудь купить. По поводу возраста, от 4 и лет до 9-10, 9-10, 9-10, в нее прекрасно можно играть. Спасибо.